Ржавая канистра, покрышка. Волонтеры говорят, что такого габаритного мусора здесь немало. Начали от оборудованного пляжа, наметили конечную точку, небольшую косу. Галина Пульбери по образованию врач, у нее четверо детей. По утрам ходила заниматься гимнастикой на море. Заодно собирала мусор. Постепенно находились единомышленники. Город убирает, вот рядом пляж, там чистота, порядок, есть урны, ну и как бы там чисто, все, приятно отдыхать. А вот тут, где не принадлежит как бы муниципальному пляжу, вот тут вот грязно. И пластик, который, он сам не переработается, и он годами лежит. Вот то, что мы сейчас откапываем, вы видите. Это уже третья массовая акция. На первую вышли 10 человек, на вторую 15. Сейчас уже больше 20. Нелли Воронина живет в Анапе 5 лет. До этого проживала на Дальнем Востоке. Привыкла к активному образу жизни, походам на природу. Кроме того, там также собирались на подобные экологические акции. Я вообще по жизни с молодости, ну, пока была молодая, там, взаимодействовала с туризмом, альпинизмом. А знаете, такие люди, которые не любят на природе, да, гадить, всегда за собой убирают. Это, ну, просто уже привычка. Вот мы выезжаем, когда сюда отдыхать. Я одеваю перчатки, мешок. Пока все отдыхают, раз-раз там мешочек другой набрал, вынес и свой, и чужой. На мероприятие собираются через интернет. Федор приехал из Томска. Очередует отдых с подработкой на стройке. Полюбил гулять на высоком берегу. Узнал, что есть такая команда добровольцев. Решил помочь. Хочется, чтобы было просто чисто. Я здесь, когда убираюсь, у меня душа отдыхает. Вижу чистые побережья. Я море не видел, грубо говоря, 30 лет. Тут приехал и видел. И меня это поразило. И нужно все-таки это поддерживать, содержать. А кто, если не мы? Организаторы договорились с городскими службами о вывозе мешков с мусором. К морю волонтеры теперь планируют выходить не просто регулярно, а уже по расписанию. Каждую вторую субботу. С местом будут определяться в зависимости от необходимости.